В Нижнем Новгороде жил-был один хороший парень. Родился в очень простой семье. Отец рабочий, рано умер. Мать домохозяйка. Принек хотел учиться, но был вынужден поступить на тот же завод. Ну еще бы. Помимо него в семье было еще четверо детей. Хотя мать мечтала, чтобы он пошел по торговой части, но не брали. А взяли б. Не стал бы самураем. На заводе паренек столкнулся вплотную с несправедливостью. Низкие социальные гарантии, отсутствие профсоюза. Народ запуган и забит. Начальство ворует, власть пироид. И вас стал паренек. Калольца, мертв! Калольца! Принял участие в несанкционированном митинге. Выдвигал антиправительственные лозунги. Нес флаг. Его схватили. И начался судебный процесс. Когда он выступал с последним словом, рыдал весь зал, включая адвоката, но ему положено. И судью. А вот это да. Они, видно, на одной волне пошли. Присудили ему пожизненное. Ну, сатрап. К нему в Сибирь приехала его знакомая француженка. Вместе ходили в кружок марксизма. Они на каторге быстро поженились и зажили счастливо. Всю жизнь, кстати, вместе. Жозефина. Сильно его деньгами помогал один известный писатель, типа Елевина или Сорокина. Довольно быстро паренек с пожизненного бежал. Так, значит, его хранил. И куда бежал? Правильно? В Москву. На Красную Пресню. Снова строить баррикады. А потом переехал в деревню Подкурском. И там воссоединился со своей француженкой. И стал знатным садоводом. Сатрапа его особо не искали. То ли простили, то ли еще что. Он прожил долгую жизнь. И как его не звали потом в президиуме насчет классовой борьбы, ни-ни-ни, возделывал свой сад. И под конец жизни стал феминистом. Даже стихи писал огневые. Нам не кроткие лани, Орлицы нужны, чтоб разить. И в последнем кровавом бою Мы должны победить. Стих называется Завет дочери пролетария. Он был категорически против того, чтобы женщина искала счастье исключительно в замужестве. Сразу после написания этого стихотворения обе его дочки стремительно вышли замуж. Эх, слушаться надо, пап, ну или нет? Вы прослушали настоящую биографию главного героя романа Максима Горького «Мать». В романе его звали Павел Власов, в жизни Петр Залобов. И в романе, и в жизни он красавец, и хороший парень. Только в романе он сначала сильно бухал, безобразничал и матерился. А в жизни сразу был хорошим. Кстати, этот роман Горький написал, путешествуя по США. И сильно там страдая. Но он деньгами и правда Власову Залобову очень сильно помогал. Молодец. Помощь полез заключенным – наше все. Но все-таки роман Горького называется «Мать». Там про Пелагею Нилну, которая с забитой и запуганной старухи с 40 лет превращается в пламенную революционерку непреклонного возраста. На самом деле ее звали Анна Кирилловна. И она, да, на этот путь прошла. Виртуозная потом прятала прокламации в катке с квашеной капустой. Ну и тоже молодец. Читая о настоящем Павле Власове, то есть о Петре Залобове, о его матери, о его французской жене, я одно вижу. Это были хорошие и естественные люди. Недаром у Горького в романе все время проскальзывают христианские мотивы, библейские образы, а первомайская демонстрация и вовсе названа крестным ходом. Ну такое. Левая идея в ее первозданном виде. Свобода, равенство, братство, удалось самодержавие. Нормальный, хороший, прогрессивный, левацкий движ, за который не грех вписаться. Недаром настоящий Павел Власов, то есть Петр Заломов, никуда не вписывался после победы революции и ничем себя в итоге не запятнал. Хотя есть одно. Как-то его внучки ободрали любимую дедову сливу. А он был селекционер 116 сортов плодовых деревьев на участке. И отдельно выведенный им сорт Ранет Заломова. Короче, он на день запер внучек в чулан. Это все его прегрешения за долгую жизнь. А он умер в 55-м. Впрочем, я бы еще добавила плохое эротическое стихотворение к неизвестной девушке. Но такое трезвое. Вот концовочка. Я старик, разбитый жизнью и больной. Молода ты и в другого влюблена. Не пишите плохих стихов на старости лет. Ну или пишите. Петр Заломов охитрился прожить прекрасную, нестыдную жизнь в самые темные наши времена. Чего и нам всем хотелось бы пожелать. КОНЕЦ КОНЕЦ